КМП истории с хорошим концом. Трешовые истории, которые вопреки всему закончились хорошо. Такие истории искать намного сложнее. Если хочешь продолжения, то наберем 5000 лайков. Я в восьмом классе. Одновременно с пятого сама учусь рисовать по мастер-классам и самоучителям. На уроках учитель по ЭЗО хвалит и советует развиваться. Художку мама и бабушка даже не собираются отпускать, так как дословно не нашего уровня занятия. Живем бедно. Из оборудования, альбом с тонкой бумагой и самые дешевые карандаши. Три дня назад видела у одноклассницы дорогие карандаши на 72 цвета. Обидно до слез стало. Она совсем рисовать не умеет. Покрасы лаян, как у пятилетки. А я такие позволить себе смогу, лишь спустя 4 месяца во всем себе отказывая. В тот день на физре вытащила их из ее сумки. Не знаю, что на меня нашло. Думала, будут искать. А не было ничего. Сейчас они в столе лежат. И что самое поганое, я даже ими потихоньку рисовала. По сравнению со старыми небо и земля. А сегодня одноклассница ко мне на перемене подошла и тихо сказала, что все знает. Но говорить ничего никому не будет и карандаши могу оставить себе. Я потом еще минут пять стояла и ревела от стыда. Ненавижу себя. Просто КМП. Я так подло поступила. Сестра уехала в отпуск. Оставила меня следить за квартирой и котом. Решил на пару недель переехать туда. В первый же день умудрился заболеть. Собрался спать. Кот орет. Зовет на кухню. Досыпал еды. Поменял воду. Погладил. Реакции никакой. Все равно сидит посреди кухни и орет так, что спать невозможно. Почистил ему лоток. Еще погладил. Отрезал мясо. Температура бьет. Голова раскалывается и тошнить начинает. К еде кот не притронулся. Смотрит в одну точку и подвывает. Но вроде притих. Только я лег. С кухни опять ор уже охрипшего кота. Не выдержал. Разогнал мокрым веником. Закрыл кухню. Кот продолжал все истошнее орать. Уже под дверью. Поискал телефоны ветеринарок. Позвонил. Решил сделать кофе и ехать в ближайшую. Подошел к плите. А там газ включен и не горит. КМП. В юности было стройной красавицей. После 19 лет вес стал немного расти. Появились прыщики. Не обращала особого внимания. Сидела на диетах. Ходила к косметологу. После родов в 23 организм взбесился. Вес стал расти чудовищно быстро. Огромные болезненные прыщи на лице. Начали расти черные волосы на животе. Начались скачки давления. Врачи отмахивались. Мол накусала в декрете. Да я почти сознание теряла от диет и бесконечных упражнений. Муж понятно ушел. Сейчас мне 34. Два года назад я попала наконец к нормальному врачу. Инсулинорезистентность. СПКИА. Метаболический синдром и так далее. Две таблетки в день и небольшая коррекция питания. Итог. Вместо 130 килограмм вешу 57. Кожа очистилась. И я красивая и здоровая. Из соседней квартиры стал доноситься ужасный запах. Я забеспокоилась, но дверь никто не открывал. С соседями не общаюсь. Остальные тоже не знали, как с ними связаться. Стало думать, что там кто-то умер. Вызвала полицию. Дверь вынесли. А там собака привязана к батарее. Грязная и исхудавшая. Но живая. Рядом пустые упаковки из-под корма. И все засрано. Выяснилось, соседи уехали отдыхать. Собаку привязали. Насыпали рядом гору корма. Когда тот кончился, от голода она стала жрать собственное дерьмо. Я в ужасе. Понимаю, что не мое дело, но собаку забираю себе. Буду лечить и выхаживать. И пусть только эти изверги посмеют сунуться. КМП. Жутко, что такие люди вообще существуют в нашем мире. Всю свою жизнь я ненавидела мачеху. Через пару лет после смерти матери отец снова женился. Мне было 14. Отец всегда лояльно относился к моим друзьям, нашим посиделкам. Спокойно отпускал меня куда угодно. Она же сразу все запретила. Посадила почти под домашний арест. Лишила карманных денег. Я бунтовала. Пыталась сбегать. Тщетно. 16 мачеха натравила на моего парня полицию. Ему было 26+, были проблемы с законом. И больше я его не видела. Почти шантажом заставила поступить туда, куда она хотела. В 19, когда я забеременела, заставила парня на мне жениться. Хотя мы и знали друг друга плохо. Случаев было много. Сейчас мне 42. На днях мачеха умерла. Я узнала об этом от дальних родственников. Почти все мои друзья, с которыми мы тусовались, не дожили до 30. А я счастливо замужем за тем самым парнем. У нас двое чудесных детей. Я люблю свою работу по профессии. Параллельно преподаю в том вузе. Я почти всем обязана этой женщине. Поеду завтра на похороны. Попрощаюсь, извинюсь. КМП, что так и не сказала ей этого при жизни. Мой отец женился, когда мне было 15. На девице легкого поведения, которая была едва старше меня. Все друзья, все родные отговаривали его. Пытались убедить, что ей нужны только его деньги. Он не верил. Я делал все, чтобы ее выжить. Что только не перепробовал. Потом уехал учиться и забил. Хотя никогда не пропускал возможности ее задеть. Прошло уже 6 лет. Год назад отец за несколько недель потерял все. Прогорел бизнес. Все забрали за долги. Попал под машину. Остался инвалидом. Я был далеко. Приехать оперативно не мог. И от него отвернулись все. Кинули гнить в больницы. Без денег он оказался не нужен ни родственникам, ни друзьям. Все, кроме нее. Она нашла работу, жилье. Кормила его с ложечки. Поставила на ноги. Вчера он сделал первые шаги. Мне никогда не было так стыдно. 6 лет понадобилось, чтобы осознать, каким я был. КМП. Три раза был на грани смерти. Плюс к этому подозрение на лейкемию. Два месяца под капельницей. Подозрение на рак легких. Оказалось, саркоидоз бека. Неизлечимо, но не рак. Около трех месяцев был паралич нижних конечностей. Не мог ходить. Живу полноценной жизнью. Не ною, не унываю. Многое, что прочитал, бред и чепуха. Девочки и мальчики, не всегда все так плохо, как кажется на первый взгляд. На станции Кропоткинская зашел старик. Нас от него оттеснили. И вдруг люди стремительно отошли от него. Я видела, весь ботинок был в крови. Она текла на пол. Перед ним был парень. Задрал старику штанину. Наложил жгут. Я знакома с медициной, но просто смотрела на это. В моей голове были лишь мысли, что нужно делать. Четкий алгоритм действий. Я очнулась только от слов парня «Вызовите скорую». Он уже наложил шину из своего ремня деду на ногу. Я полезла за мобильником, не нашла его. А люди сидели и молча смотрели. Женщины кривились при виде этого. А я сидела, будто замороженная. Парень вывел деда на библиотеке имени Ленина. Мысленно возвращаясь к тому мигу, я не успела ему помочь, хотя должна была. Молодой человек, возможно, спасший жизнь человеку в тот день. Вы герой. 16 лет отказала почка. Родился с одной. Перенес две клинических смерти. После чего вот уже 5 лет хожу на гемодиализ. Три раза в неделю по 4 часа. Недавно при прохождении комиссии на пересадку поставили диагноз – рак мочевого пузыря. Через 3 месяца диагноз опровергли. Не унываю. Живу счастливо. Делаю все возможное, чтобы пересадить почку. В 20 лет моя жизнь начала рушиться. Я потеряла ребенка от любимого человека. Получила диагноз бесплодие. Молодой человек начал отдаляться. Легла на операцию на сосудах головного мозга. Врожденная аномалия с возможным летальным исходом. После которой парализовала левую половину тела. С молодым человеком разошлись. Друзья испарились. Я мечтала, чтобы меня пристрелили. Но сейчас я хотела бы, чтобы эта история попала в раздел хэппи-энд. Потому что именно в больнице я повстречала Федю, своего будущего мужа. Он и еще один мой лучший друг и единственные, не отвернувшиеся от меня, вытянули меня с этого дна. Левую половину тела я почти вернула. Остались только небольшие проблемы с пальцами руки. Я долго лечилась от бесплодия и теперь ношу под сердцем двойняшек. Сейчас мне хочется сказать всем, кому кажется, что жизнь окончательно повернулась задом и надежды нет. Самая темная ночь перед рассветом. Мы с мужем шли страховать машину и неожиданно я подскользнулась на ровном месте. И со всего маху шлепнулась на ногу. Было так больно, что в глазах потемнело. Муж обругал за то, что тяну время и пошел дальше. Мол, догоняй. Я пыталась встать, но было очень больно, а он приспокойно шел дальше. Мне помог вообще незнакомый парень. Мы теперь вместе, хоть я старше его на 13 лет. Несмотря на насмешки и разные гадости, ни о чем не жалею. Было глубочайшее отвращение к жизни годами. Нет у меня ничего в жизни, кроме работы и дома. Двое детей, уроки, варка, глажка, стирка и так далее. Ненавижу всю эту работу. Сил нет ни на что. С мужем ужасные отношения. Шрекс раз в несколько недель, через силу и скандалы. По утрам просыпалась и жалела, что ночью не сдохла. Единственная радость – жрать. Плюс 20 кило. Муж сказал все. Хочет развода. Не может дальше быть с неухоженной, вечно злой женой. Посмотрела на себя со стороны. А ведь правда. Сходила к врачу. Сделала анализу. Нашелся сильнейший гормональный дисбаланс. Пью лекарства. Силы появились. Стала ходить в гимнастический зал. К диетологу, косметологу и психологу. Муж приходит с работы, а дома чисто. Дети за столом ужинают. Жена целует. Нет скандалов. Шрекс по первому намеку. Вдруг поняла, что у меня есть замечательные детки. Большой дом с участком и ипотекой. Работа не особо любимая, но нормальная. И муж, который не бросил за все эти годы. Жаль, что потеряла 12 лет жизни на ненависть. Бабуля жаловалась, что плохо дышит носом. Пошла в поликлинику. Ей прописали капли. Потом другие. Потом третьи. Ничего не помогало. Лежала в больнице. Потом пытались удалить полипы, которых там естественно нет. И только после года лечения насморка у нее обнаружили опухоль. Прошла химию. Теперь все дай бог хорошо. Но как подумаю, год лечить каплями от насморка рак? Теперь вспоминаем, смеемся. Родители с детства воспитывали меня по принципу. Тут нет ничего твоего. Все наше. Лет 14 я выслушивала регулярно, что как только мне исполнится 18, меня вышвырнут из квартиры. При этом они не были тиранами, не били меня, баловали, но постоянно напоминали, что в их доме я должна помалкивать. В 16 нашла среди родительских бумаг завещание бабушки, которая умерла, когда я была совсем маленькой. Квартира, в которой мы живем, принадлежала ей. И завещала жилплощадь бабушка мне. Тайком сделала себе копии, заранее начала разбираться в юридических тонкостях, копила деньги. Как только мне исполнилось 18, родители попросили меня покинуть их дом. Я временно ушла на съем, наняла адвоката и отсудила квартиру. Теперь для всех я неблагодарная дочь, которая выгнала родителей из их квартиры. КМП. Не жалею о поступке, просто задолбалась. Нравится, когда люди получают по заслугам? Тогда смотри истории с мгновенной кармой или истории мести, и ты будешь доволен. Субтитры создавал DimaTorzok